Лекарства детям до трех лет должны выдавать бесплатно. Об этом говорится в федеральном законе. На деле же мамы и папы получают от врачей рецепты со списком дорогостоящих препаратов и покупают капли, таблетки, сиропы за свой счет. При этом большинство родителей утверждают, медики по каким-то своим причинам умалчивают о бесплатных лекарствах. Разберемся незаметно. Пробралась на прием к педиатру и от услышанного мы еще долго будем приходить в себя. Смотрите сюжет. Серьезный Кирилл передает пламенный привет всему Министерству здравоохранения Хакасии. А его мама Инна Шульц прекрасно знает. Любой педиатр, принимая маленьких пациентов до трех лет, должен не только рассказать родителям, как правильно лечить малышей, но и выдать рецепт. Бесплатный. Только на практике оказывается, что должен не значит обязан. Мы из Соскидского района, село Бюльцерское, нам никогда не выдавали лекарства, никогда не выписывали. В Абакане та же история. Татьяна Никитина с дочкой Наташей все время лечатся за свой счет. Вообще я не выдавал ни разу. Вот приходится выпрашивать у нее, чтобы что-то выписать. И выписывает в основном как бы очень-очень редко. Не всем, видимо, выборочно как-то. Также выборочно врачи выписывают бесплатные лекарства малышам и в Черногорске. В конце февраля «Разберемся» отправилась на прием с Екатериной Тарадаевой и ее маленькой дочуркой Наташей. Мы попросили Катю потребовать у врача лекарства. С собой на всякий случай дали список положенных бесплатных препаратов. Вот отрывок интервью после встречи с доктором. За год и девять месяцев я получила мазь единственный раз всего там и то дешевенькую. А вот сегодня нам, как ни странно, почти все лекарства, которые выписали, дали бесплатно. С государства положено нам до трех лет эти лекарства. Они ведут себя как будто мы действительно из их сумки, из их кармана достаем эти деньги на лекарства. Ощущение действительно складывается такое, что мамы вынуждены практически выбивать лекарства для своих малышей. Сегодня команда «Разберемся» отправилась в самую большую и красивую детскую поликлинику Абакана. Пока теперь Крещенко. Мы попросили маму с двумя детьми. Она пришла к врачам за помощью записать их встречу на телефон. Речь доктора ошарашила весь наш телеканал. Внимание, вот часть разговора. Я вот хотела бы узнать, почему нам бесплатные лекарства вы не выписывают. Я вчера вот в интернете посмотрела, и мне вот нужны лекарства на ребенка. А почему меня не выписывают? Мне нравится, вот ребенку вообще лекарства постоянно нету давать. Покупать тоже постоянно мне денег. Ты когда рожала, планировала ребенка? Как же тебе планировала? Планировала-то одно, но обязана же все равно выдавать лекарства бесплатно. Как оно обязано? Мы рожали детей для себя, не для лекарства. Ну и что они обязаны до трех лет выдавать лекарства? Обычно обязано, но это только на слова. Спич врача впечатляет. Разберемся, буквально на днях встретилась с помощником министра здравоохранения Михаила Мальгины. Как раз по вопросу безразличного отношения врачей к маленьким пациентам. Но он искренне заступился за медицинское звено. У нас детей до трех лет чуть более 13 тысяч. 13 тысяч 400 с небольшим. И уже за первый квартал выписано 5,5 тысяч рецептов. Как можно говорить, что никому не выписывают? Чтобы хоть как-то оправдать названные Михаилом Мальгиным цифры, мы отправились на разговор с прохожими. В надежде найти родителей, кто все-таки получает лекарства бесплатно. Вот что у нас получилось. Ничего нам не говорили. Когда ребенок болеет, в свой счет лекарства покупаете? Да, всегда. Первый раз такое слышу. За период беременности, да, там действительно предлагают. Пару раз там бесплатные давали направления, а здесь нет. А я один раз спросила, они ушли от ответа. Как? Ну так как-то, между собой переглянулись, а так говорят. У нас, ну между собой так, у нас нету, да. Последний раз, вот мы заболели неделю назад, нам выписали большую петицию, дорогущих по 200-300 рублей лекарств бесплатно. До этого ничего вообще не выписывали. Вот нам год и 9. Семьи, которым выписывают бесплатные лекарства, безусловно, есть. Но почему врачи не предлагают их всем? Ведь в Минздраве говорят, деньги на это есть. Общая сумма, которая выделена на этот год в бюджете, 197,5 миллионов рублей. Вот 23%, если от этой суммы взять, это должно приходиться на детей до 3 лет. Но так как у детей лекарства недорогие, ну в силу дозировки, в силу простоты лекарств, они небольшую сумму занимают. В амбулаторной практике самые простые препараты. И, как правило, перебоя не бывает с ними. Проблемы с поставками, если и случаются, то кратковременные, добавил министерский врач. Однако люди говорят, и версии невероятные. Самое безобидное, у врачей лимит, нельзя выписывать много. А может, педиатры уносят лекарства домой? Или у докторов с фармацевтами какая-то взаимовыгодная схема? Проценты от продажи более дорогих лекарств и все такое? Это исключено, во-первых, это запрещено законом нашим действующим, последним законом 323-м. И сейчас мы эту практику, естественно, пресекаем. Хотя у нас таких случаев нет. Теперь помощник министра Михаил Мальгин не так уверен в собственных словах. Мы передали ему видео, снятое на телефон, и не стали закрывать лицо врача. Об этом чуть позже. А пока информация для родителей. Запомните, выдавать лекарства детям до трех лет обязаны бесплатно. Доктор должен сразу выписать именно льготный рецепт и никакого другого. По ним родители получают медикаменты в аптеках детской больницы по Чертыгашевой 59 и по Пушкина 170. Список основных бесплатных препаратов размещен на сайте нашего канала в разделе «Разберемся». Теперь вернемся к врачу из поликлиники. Михаил Мальгин сообщил, что доктора ждет увольнения. А всех медиков, что работают с детьми, серьезный разговор.